Приморский Адмирал обновился перед новогодними праздниками. В континентальной хоккейной лиге закрылось трансферное окно, в котором моряки были особо активны. Сначала команда рассталась с неуспевшими отличиться Джейсом Беснюски и Михаилом Григорьевым. Американец перешел в Адмирал еще осенью, но вскоре предпочел швейцарский клуб Лугана, а вот Григорьева выкупил авангард. Приморцы также расстались с целой цепочкой нападающих. Контракты расторгнуты с Джейсоном Экисоном, Дмитрием Лугиным и Кириллом Ворониным. А последняя потеря Адмирала стала самой заметной. Любимец публики голкипер Иван Налимов перешел в Сибирь. К сожалению, в этом сезоне Налимов не играл на том уровне, к которому мы привыкли. Иван пропустил предсезонку, травмы и болезни его немного подкосили. В Сибири он получил больше игрового времени и сможет себя проявить. По поводу новичков, Адмирал сейчас придерживается курса на молодежь. Залатать дыры в составе руководство действительно решило по большей части молодыми новичками. К морякам присоединились сразу пять хоккеистов. Из всего списка особо выделить можно двоих. Ветерана НХЛ Шона Моррисона, который 8 сезонов отыграл за такие клубы, как Баффало, Вашингтон и Бостон, а также Дениса Алексеева, который за свои 19 лет успел собрать большой послужной список и попасть в юниорскую сборную России. Кроме перестановок в составе, Адмирал успел и продлить контракты с уже закрепившимися в основе игроками. Так, в клубе остаются нападающий Владимир Ткачев и лидер команды Роберт Саболич. А вот в любительском хоккее все только начинается. Прием заявок на дворовый турнир за Кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева окончен. Бороться за почетные награды в итоге будут 17 команд города, среди которых пять новичков, причем один коллектив из Шкотовского района. В этом году немножечко поменялся турнир, команды разделены по группам и первые, вторые и третьи места будут определены непосредственно в группах. А уже пройдет самый главный, так скажем, из тех, кто вышел с команды первые места, получит самый главный приз. Традиционно это станет Кубок и приз, к которому мы пока не говорим, дабы люди не шли только ради денег. Напомню, к участию в турнире допускались команды, игроки которых не являются профессиональными хоккеистами, а также не принимают участие в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней. В дворовом хоккее смогут принять участие игроки в возрасте от 14 лет и старше. Состязания хоккеистов будут проходить на муниципальных хоккейных коробках города. Открытие турнира состоится уже 7 января. Максим Яковлев, Новости спорта на 8. Субтитры создавал DimaTorzok